Японцы очень любят русскую музыку и понимают, поэтому мы сохраняли эту программу для того, чтобы исполнить ее наконец. Музыка, она не имеет границ. Музыка, его музыка воспринимается в России как что-то совершенно близкое, родное. Только мы начнем играть, уже аплодисменты возникают, что вот мы сейчас услышим музыку Сверидова. Да, маленький триптик, три части маленькой музыки, но она очень народная, и она воспринимаема близко, сердцем, знакомые мотивы, знакомая стилистика. Поэтому он писал, так сказать, в каком-то народном стиле. Все, и она очень быстро узнаваемая музыка. Композитор – это один из величайших композиторов наших. Ну, Глинка – родословный композитор всей русской музыки. Без Глинки не обойтись нам никак. Римский Корсаков тоже. Мы все познавали через них. Мы учились у них. Каждый композитор передавал друг другу свои знания, свой, так сказать, талант. Вот так. Ну, Роберт Стейн – это великий тоже композитор. Он не так часто у нас играется, но в этой музыке он… Видите, мы играем из демона. Это, так сказать, немножко религиозная какая-то программа. Да, это я сам суету сделал. И хотя есть суеты и авторские, но мне показалось, для концерта, чтобы отдельно играть, эту суету нужно выбрать специальные важные части, чтобы близко было народу и слушать. Поэтому я сделал несколько суеты у Чайковского, и я вообще люблю делать эти суеты, чтобы они близки были слушателями всем. Да, в Москве играем, везде играем. Это один из наших коронных номеров. Я думаю, принимать будет хорошо. В этой суете лучшие номера написаны композитором. Другие есть номера, которые я не включил. Они специально для балета, специально для какого-то слова, а это для слушания. Это специальный Чайковский. Он ведь композитор – один из величайших композиторов, который во всем мире без Чайковского невозможно. Без русской музыки не обойтись. Она лечебная, она вместо лекарства. Она поглощает все недовольства, все хлопоты. Она когда начинается, так сказать, люди оживают. И вот, и любовь и работает. А любовь – это самое главное между всеми людьми. Самое главное на свете – это любовь друг к другу, уважение. Поэтому наши композиторы являются вот такими, знаете, вот от Бога им дам примечать публику. Любую. Особенно вот японская публика, она очень чувствует наши импульсы. Очень чувствует. Даже плачет. Это вот когда сегодня японец плачет от музыки, ну, это значит, сработала музыка. Поэтому мы стараемся вот это сделать. Наш мир очень сейчас сложный. Даже иногда во всем мире существует какая-то опасность потерять любовь друг к другу, уважение. А музыка – это единственное лекарство, которое спасет наш мир, спасет от нелюбви друг к другу, спасет, любовь нас превратит. Поэтому мы гордимся и несем на своих плечах, в своем сердце вот эту музыку, любую публику, японскую в данном случае. Потому что мы знаем, что ценим очень японскую публику, потому что они очень к чувствам, очень близки. Поэтому мы всегда ждем наших встреч на японской земле. Очень любим и гордимся, что мы имеем ту возможность, чтобы подарить японской публике нашу русскую, нашу любовь через русскую музыку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!